Важно дороги не только ремонтировать, но и следить за их качеством в последующие годы, а в случае выявленных дефектов возвращать подрядчика на объект для устранения недостатков. Это главная цель мониторинга. Его сейчас проводят представители мэрии совместно с депутатами. Проверкой качества дорог занимается специально созданная комиссия при Горсовете. Мы комиссионно осматриваем состояние дорог, отремонтированных с 2019 года. Критериями являются асфальтовое покрытие, наличие трещин, колейность, наличие ям. То есть то, что визуально можно осмотреть. И все претензии, которые у нас возникают, которые мы видим по тем обращениям, которые жители видят, обращаются в совет, мы обращаемся, соответственно, в мэрию и к подрядчику, который несет гарантийную ответственность за выполненные работы. Всего с 2019 года в нашем городе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 82 участка дорог. Гарантия у них от 4 до 6 лет. Это тот срок, в течение которого устранять образовавшиеся дефекты должен подрядчик. В ходе мониторинга проверяющие оценивают состояние всех гарантийных дорог. К концу месяца должна эта работа закончиться, уже почти 3 недели работают, объезжают. Есть участки дорог, вы видите, в нормальном состоянии. Есть дороги, которые требуют, так скажем, повышенного внимания. И, естественно, все фиксируется. Один из объектов контроля проверяющих – участок дороги на Добросельской в районе 5-й горбольницы. Здесь год назад привели в порядок проезжую часть и тротуар до пересечения с улицы Егорова. В течение 4-х лет за состояние этой дороги несет ответственность подрядчик. Объект работает в штатном режиме. Визуальный осмотр был произведен на прошлой неделе. Дорога ведет себя достаточно хорошо. С этим согласились и проверяющие. Вопросов к состоянию этого участка дороги у них не возникло. Следующая остановка комиссии – в районе театра «Разгуляй». Здесь дорогу ремонтировали в 2019 году. Подрядчик дал гарантию – 6 лет. Вердикт проверяющих – подрядчику необходимо вернуться на объект. В целом состояние дороги по истечении 4-х лет – оно нормальное, но есть, конечно, замечания. Рядом с нами находится люк, который провалился, который необходимо установить. Это и безопасность, и комфорт. Особенно дождливую погоду может случиться ДТП. Есть трещины в покрытии, которые, наверное, надо будет пролить. Отмечу, мониторен качество дорог областной столицы. Сейчас проводятся комиссии, в том числе и по обращениям жителей. С учетом мнения владимирцев, формируется и список участков дорог, которые планируют отремонтировать. Так, уже на этой неделе дорожную технику развернут на улице Добросельская. Дорогу будут ремонтировать от дома номер 213 до выезда из города. Без ям и выбоин уже в этом году будет и улица Вокзальная. Заасфальтируют здесь более 13 тысяч квадратных метров. Дорожные работы планируют завершить к концу июня. Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» капитально отремонтируют 7 крупных дорожных объектов общей площадью 109 тысяч квадратных метров. На это потратят 250 миллионов рублей. В областной столице сезон дорожных работ уже начался и ход на особом контроле мэрии и горсовета.